Вирус ящера обсудили в правительстве в онлайн режиме. Для инспекторов ДПС начал действовать новый регламент. Звезды приехали в Уфу на празднование дня рождения Мустая Карима. И в Мирасе новая выставка в стиле цветовой изнанки. Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента Российской Федерации без политической программы. Подробности у Аскара Басырова. Здравствуйте, студия Аскар Басыров. И это мировые новости. Самое обсуждаемое событие последних дней – это выдвижение телеведущей Ксении Собчак на пост президента России. Каждый считал своим долгом высказаться по этому поводу. И надо сказать, тон почти всегда был саркастичным. А вот сама Ксения в интервью The Guardian заявила, что у нее нет политической программы. И вообще она позиционирует себя как кандидат против всех. Ксения Собчак – кандидат против всех. В интервью Собчак признает, что у нее небольшие шансы на победу и остается действовать как громоотвод для всех недовольных политическим режимом президента Владимира Путина. «У меня нет политического веса, и я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу», – заявила Собчак. «Гардиан» иронично назвала это самым равнодушным высказыванием для человека, начинающего президентскую кампанию. И действительно, такое ощущение, что окружающих выдвижение теледивы волнует гораздо больше. Либералы обвиняют ее в предательстве и работе на власть, а консерваторы в желании заработать дешевой популярности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, причастна ли администрация президента, к выдвижению Собчак дипломатично ответил – нет, это не так. Истина, как водится, где-то посередине. На фоне этих событий даже Ольга Бузова пожалела, что ей не хватает четырех лет до возрастного порога выдвижения в президенты. Ну что ж, подождем 2024 года. Ящер в Башкортостане. Слухи и факты. Эта тема сейчас волнует каждого жителя нашей республики. Поэтому в правительстве организовали интернет-брифинг, чтобы ответить на все вопросы и прояснить детали. Первым делом участники брифинга «Ящер в Башкортостане. Слухи и факты» рассказали, как сейчас обстоят дела в зоне карантина. От очага, где установлен ящер, в радиусе в 30 километрах мы установили угрожаемую зону. В выражаемой зоне провели более 4 тысяч проб анализа всего по голове крупного мелкого рогатого скота. Это полностью Тумазинский район, Шаранский район, Буздягский район и Билибейский район. Четыре района. После получения отрицательного результата в этой зоне полностью проведена вакцинация. И на сегодняшний день привито более 100 тысяч голов скота. Во время трансляции от зрителей поступил вопрос об опасности заражения молочных и мясных продуктов и опасности сельскохозяйственных ярмарок, которые начнутся по всей республике буквально со следующей недели. Наши жители республики могут быть уверены в том, что при наличии термической обработки или пастеризации на заводах и изготовлении готовой продукции пищевой, которая подвергается термической обработке, никакого риска заболевания и переноса с этой продукцией вируса ящера нет. В общем, если мясо торгуется с клеймением и ветеринарным сопроводительным документом, смело можно покупать и потреблять. Даже вакцинированный скот не несет угрозу. Сегодня в республике нет ящера. Потери бюджета составили примерно 60 миллионов рублей. Это расходы на компенсацию владельцам скота и работы по локализации очага. Но по словам вице-премьера Ирика Мухамеддинова, эта ситуация позволит пересмотреть ошибки и учесть их в дальнейшем при разработке стратегии развития сельского хозяйства республики. Мы по-прежнему видим, что республика будет одним из лидеров в развитии молочного животноводства. Мы сейчас готовим на эту программу. Я считаю, что действительно ряд инвестпроектов могут задержаться. Но как только мы удостоверимся о завершении всех этих процессов, я уверен, что инвесторы обязательно подтянутся. Для этого мы будем еще раз проводить массовую идентификацию скота обязательно. Будем вводить чипирование или беркование скота. Это будет тоже в обязательном порядке для всего скота КРС, малого рогатого скота в республике. Мы постараемся извести все, что можно для ограничения въезда в республику, особенно с южных территорий, со стороны Казахстана, Оренбургской области, Челябинской области. Также было отмечено, что отсчет карантина начался 16 октября на границах селка Андры, Урмикеева, Ермухаметова и деревни Нижняя Каран-Елга. Он продлится 21 день и таким образом завершится 7 ноября. Расследование по выяснению обстоятельств занесения вируса на территорию республики будет продолжаться. На вопрос, возможно ли появление новых очагов ящера, специалисты категорично исключили эту возможность. Как сохранить экологию, но при этом не отстать в экономическом развитии? Актуальные вопросы зеленой экономики обсудили эксперты на энергетическом форуме. Большинство крупных предприятий Башкирии были построены еще в 50-60-х годах прошлого века. На сегодняшний день они уже не отвечают современным экологическим требованиям. Решение в технологической модернизации. Это позволит уменьшить объем ресурсов и количество отходов. Им приходится сегодня вести технологическую революцию у себя на предприятии. И они сталкиваются с огромными проблемами. Начиная с один цех модернизировать, и уже все цеха потянутся с собой. Цепь этому нужна модернизация. Для этого нужны огромные средства. Иосиф Кобзон, братья Абдразаковы, Михаил Швыдкой. Известные деятели культуры приехали в Уфу на празднование 98-го дня рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима. О торжественных мероприятиях с места событий. Алина Таюпова. Приезд Иосифа Кобзона вызвал ажиотаж. Люди побежали ему навстречу, чтобы сфотографироваться. Почетные гости собрались к вере имени Мустая Карима в день рождения великого поэта 20 октября. Торжества начались с возложения цветов. Сегодня здесь прозвучали стихи великого поэта. Прочли их Гюлли Мубарякова и Ирик Елалов. Все завершил, покончил с мелочами. И суета осталась позади. И каждый день с рассветными лучами птиц выпускаю из своей груди. Произведения Мустая Карима переведены на десятки языков в России и в мире. Мустафа Сафич Каримов – это настоящее имя писателя. Автор более ста поэтических и прозаических сборников. Самый известный в ночь лунного затмения, не бросая огонь Прометей, долгое-долгое детство – радость нашего дома. Это радость в нашем общем доме. Радость России. Радость в мире тех, кто читает произведения Мустая. Эта земля подарила миру великого гражданина вселенной. Я когда был здесь, это был 2003 год, мы ходили по Уфе, и он рассказывал про этот город, что он значит для него, что значит для него башкирское слово, что значит для него каждый кустик, который здесь растет. Он любил и боготворил эту землю, на которой он рос и вырос. С ним было разговаривать наслаждение, потому что он каждую деталь и каждую часть истории вот этой земли пересказывал таким удивительным образом, что ты не понимал, как же ты этого не видел прежде. Он умел преображать жизнь и открывать ее совершенно невероятными границами. После делегации отправился в Башкирский государственный университет. Сегодня здесь открыли мемориальную доску Мустая Кариму, а также Центр по изучению башкирского языка и литературы. Здесь будут проходить студенческие дискуссии, а также творческие встречи с интересными людьми. Интересно, что во время поступления на экзамене Мустафа Асафич, сделав сотни слов, 112 ошибок. Но это ничуть не помешало ему стать одним из лучших в своем деле. Память о великой драматурге и поэте увековечит не только в Уфе. Еще летом было принято решение об открытии улицы его имени в Москве. Она расположится на юге Москвы, ее протяженность будет 950 метров. Мероприятие памяти Мустая Карима в городах и районах республики продолжится еще месяц. В школах пройдут лекции, тематические уроки, откроются выставки, а произведения великого поэта произвучат на литературных вечерах. Алина Таипова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Картины без скрытого смысла. Выставка Нью Радика Гарифулина собрала 50 работ, в которых художник экспериментирует с текстурой, гаммой и применяет авторскую технику цветовой изнанки. Что это такое, узнала Гульфия Мухаммадшина. Год работы, 50 абстрактных картин и ничего лишнего. По словам Радика Гарифулина, автора работ, в его картинах не стоит искать скрытый смысл. Все, что нужно, на эту картину посмотреть. Я все-таки предполагаю, что вопросов не будет. То есть, пока вы ставите вопрос, что вы хотели сказать, но я так буду мычать, подбирать какие-то слова, а вы так ничего не поймете. Все, что я предлагаю, это продолжать смотреть. Посетители выставки и деятели искусства так и сделали. Каждый увидел в буйстве красок и форм что-то свое. Я рядышком встаю с работой, в которой зрительница одна. Мне говорит, а правда это похоже на башкирские паласы. Я думаю, Радик об этом даже не думал. В этих слоях живописи есть попытка художника упорядочить цвет. Логически вот как-то его уложить. Тоже есть такая очень интересная тема для размышлений. Вы играли когда-нибудь в такие игры на джойстиках, там старые? И когда игра начинает зависать, возникает именно вот такой шум. Когда вроде бы картинка игровая идет дальше, звук где-то начинает троить. Очень интересно, очень современно. Меня вдохновляет. После его картин ни о чем мечтать и желать уже не хочешь. Такое ощущение, что ты уже все приобрел. Неожиданно, может быть, для кого-то будет увидеть его в таком цвете. Но это все равно ради Гарифулем. Все равно это цвет, форма, это фактура, все это его. Но тем не менее, эта выставка оправдывает свое название. Нью, она действительно новая. Новая у художника техника создания картин. Метод называется изнаночный. Краски наносятся на пленку, затем переносятся на холст. Я нарушил все, что можно было нарушить. Я как бы до сих пор сам от себя балдею, что ли. Вот от этого хода. Следующие работы, они будут очень простые. Большой формат, 3-4 цвета и просто поливать краску, как ребенок. На вопрос о вдохновении Радик Гарифуллин отвечает однозначно. Муза его не посещала. Нет, это работа. Какое вдохновение? Вдохновение для молодежи, вдохновение. Или для лентяев. Выставка продлится до 11 ноября в галерее Мираз. Гульфия Мухаммадшина, Роман Нагуманов, Никита Бычков. Городской телеканал ЮТВ. 20 октября по представлению Петра I приняли постановление морским судам быть. Это официальная дата основания морского флота. В честь этого события в парке Победы торжественно открыли мемориальный комплекс морякам Башкирии. Там установлены памятные доски, где указано 77 имен наших моряков, которые погибли в мирное время, при исполнении воинского долга. Там и ребята, которые участвовали в контртеррористической операции Чеченской республики. А также есть ребята, которые 5 моряков из республики Курск, которые погибли на атомном подводном ракетном проекте Курск. Мы, во-первых, это делаем для того, чтобы увековечить память погибших. Во-вторых, чтобы молодежь знала, потому что ребята, погибшие в основном, были и 18-20-летние. В юном возрасте отдали свои жизни для будущего поколения. Мемориальный комплекс состоит из трех элементов. Рубки, где будут увековечены имена погибших моряков, скульптуры матери, ждущей сына, и стеллы, символа создания российского флота. Автором скульптуры стала уфимка Альфина Ахундова. Ей также принадлежат скульптура «Одинокому романтику» в парке Кашкадан и барельеф Мустая Карима в Башкирской гимназии. Уфимский спортсмен вошел в сборную России под дзюдо и завоевал титул чемпиона страны. В наш город Исаи Исаев приехал всего три года назад. Ради спорта он оставил не только родную республику, но и жену. О цене победы наш следующий сюжет. Гостям Исаи Исаев рад в любое время. Даже несмотря на то, что сегодня у него было две тренировки. Кавказское гостеприимство. А дома всегда есть сладости. Сам Иса очень любит печенье, особенно шоколадное. Перед тренировкой его есть нельзя, поэтому он с удовольствием пьет чай вечером. Правда не в семейном, а в дружеском кругу. Как профессионально тренируюсь, я тут приезжаю, только время на тренировке бывает. Из-за этого мне кажется, что жену привезти, жену очень тяжело будет. Время надо будет, и там, аминь, до этого я здесь. Все время Иса посвящает тренировкам. Помимо работы в кимоно, он ходит в бассейн, тренажерный зал и на растяжку. Вкус победы, как любимое печенье. Все ради него. Выкладывается полностью на тренировках, не жалеет себя, знает, что стоит, например, цена победы. Всегда из зала выходит в последнем. Всегда ставит цели перед собой, достигает. Не пропускает ни одной тренировки. Он долгое время шел к этой победе. Менеджер команды говорит о чемпионате России, который недавно прошел в Нальчике. После тренировки спортсмены пересматривают видеосоревнований. Особенно красивые приемы. Они сложнее всего. На чемпионате страны он отборолся много сваток. Все сватки прошли с дополнительным временем. То есть он отборолся шесть сваток. Одна сватка, которая длится четыре минуты. Вместо этого сватка длилась по восемь, по десять минут. Итого он отборолся в два раза больше, чем нужно, так как соперники были достойные, сильные. Трудно было бороться с ребятами из Дагестана, где и начинал свою карьеру ИСА. Там его заметил уфимский тренер и предложил переехать. Спортсмен согласился, несмотря на то, что в Махачкале уже добился успехов. Завоевал золото на чемпионате России среди юниоров. ИСА говорит, что в Дагестане, хоть и высокая конкуренция, состояние спорта хуже. А здесь помогают и с жильем, и с питанием. Бороться, бороться. И доказывать дальше, что ты лучше в России на своей категории. После Нового года ИСА поедет на сборы. Тогда и будет ясен календарь его соревнований. Спортсмен надеется выступить на Кубке Европы и Кубке Мира. Так он идет к своей мечте – к Олимпийским играм. Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. 20 октября для сотрудников ДПС начал действовать новый регламент. Основные изменения коснулись поведения сотрудников на дороге. Теперь останавливать автомобили они могут в любом месте. Помимо этого, разрешена проверка документов, в том числе у пассажиров. Предоставлять их следует без обложки. Обращаться к участникам дорожного движения инспекторы должны вежливо и на вы. Зато им запретили вести скрытое патрулирование. Разрешено лишь частично прятать автомобиль при помощи естественного рельефа. Что же касается шума вокруг запрета на съемку, тут все просто. Подробности в ближайшем выпуске передачи 102 РУС на нашем телеканале. Также в Уфе обсудили результаты ремонта дорог в этом году и планы на будущий. На сегодняшний день принято и оплачено практически 96% работ на сумму 1 миллиард и 160 миллионов рублей. Все работы по проекту мы планируем, чтобы будут завершены до 1 ноября, то есть к следующей неделе. Еще и сейчас власти просят откликнуться хозяев автомобилей, брошенных во дворах и вдоль проезжей части. Автобеспризорники занимают парковочные места, собирают мусор и мешают уборке территории, особенно зимой. Гражданам рекомендуют привезти машины в порядок или переместить их, иначе они будут перевезены на штрафстоянку. А далее расширенный обзор дорожных новостей за неделю. Сегодня мы не будем разбирать особенности того или иного случая, а просто сообщим сухие цифры. Цифры, в которые стоит вдуматься. Ведь за ними скрываются чьи-то жизни и поломанные судьбы. Каждый из нас надеется и верит, что его это не коснется. Но, к сожалению, часто все происходит иначе. За 9 месяцев этого года только в Уфе произошло 1247 аварий, в которых 1560 человек получили травмы и 28 человек погибли. Первое место среди всех ДТП – столкновение автомобилей. Второе – наезд на пешехода. Только по вине пешеходов произошло 133 аварии. Более 4000 водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А по вине таких совершено 60 ДТП. Еще раз вдумайтесь в эти цифры. Давайте уважать друг друга и будем все-таки благоразумнее на дорогах. Удачи, пока! В Санкт-Петербурге построят аналог Сколково за 41 миллиард рублей. Инновациями заинтересовался наш гость и Сергей Меркоздравич. Смотрите «Из России с любовью». Здраво! Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации» в Сколково, объявил о создании в Санкт-Петербурге нового инновационного кластера с научными центрами, лабораториями, учебными зданиями, жильем и производством. Платить, судя по реакции пользователя Рунейта, людям действительно не хочется. Недавно вот на том же форуме установили урны с искусственным интеллектом, которые сами сортируют мусор. Не впечатлило. И несмотря на изобретения, которые периодически мелькают в заголовках СМИ, нередко Сколково называют «центром инновационного распила». А теперь еще и новый инновационный кластер, за 41 миллиард рублей. Самые передовые нанотехнологии, новейшее железо, искусственный интеллект и своя операционная система. Их даже самому Путину демонстрировали, когда за потраченные 3 миллиарда отчитывались. Да они в Китае их купили за 200 юаней. Все бы ничего, но недавно счетная палата проанализировала проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2018-2020 годы и заключила, что фонд не сможет повысить зарплату врачам, как того требуют майские указы президента. Сумма задолженности – 43 миллиарда рублей. Но это могло же быть просто совпадение. Надеюсь. Но будем надеяться, что затягивание поясов принесет плоды. И 50 международных лабораторий действительно породят что-то стоящее. Ну, а если нет, не страшно. Кто вообще про это вспомнит? Главное – вера в российский научный прогресс. До скорых встреч! И о погоде в выходные станет еще холоднее. Температура понизится до минусовых значений. В Уфе, по данным сайта Meteoparoplan.net, 21 октября ночью и утром около нуля градусов, возможен небольшой минус. Днем плюс два, к вечеру вновь ноль, минус один. В воскресенье еще холоднее, ночью и утром до четырех градусов мороза. Также возможны осадки в виде мокрого снега. На дорогах, особенно в утренние и ночные часы, гололедятся. Будьте осторожны и одевайтесь теплее. На этом у меня все. Хороших выходных и до свидания.